Девушки отдыхают Ну а в целом печеньки в радость антизомби в сладость эпизод 239 Поехали Ну что, друзья, не веселые сейчас времена, от слова совсем Вроде как и весна, и погода к романчике располагает Но до того ли сейчас, когда американцы такой апокалипсис на планете устроили? Никакого здесь коронавируса как такового нет Это Трампу надо было Да что ты натворил во всем мире? Да-да, если раньше были только подозрения, мол, торговая война с Китаем и все такое Китай является геополитическим противником Соединенных Штатов Америки Сейчас у них сложные переговоры по торговому балансу Это инструмент давления Что-то переча силами Министерства информации Дерлендии Преступление века раскрыто Так вот, котаны, оказывается, американцы подбросили в Китай коронавирус, чтобы барабанная дробь отменить 9 мая Отчего это мне кажется, что всю аферу с коронавирусом штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 мая Кость в горле у Трампа был, когда бессмертный полк в России видел Теперь сидит гад и потирает свои ручонки вот эти вот Все, мол, никаких больше детей в пилотках и дедушек с медалями Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 мая Нельзя миллионам по всему миру выходить на бессмертный полк Нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих Ха-ха Здесь мы на секунду отвлечемся от всех ироний до сарказма Мы просто отметим, что о коронавирусе, как методе борьбы с Днем Победы, вещает никто попало А видная чиновница и телеведущая Майя Пирогова Любительница, кстати, рассказать о фейк-ньюз Я являюсь на сегодняшний день директором департамента государственной информационной политики Министерства информации Донецкой Народной Республики Интересно сравнить то, что происходит сейчас на Украине Гевельс крутится пропеллером в своем, я не знаю, гробу, наверное, да И его кости перемешиваются между собой и скрипят зубами от зависти То есть это не из сумасшедшего дома пациенты пишут, а вполне себе серьезный республиканский спикер Передельщики истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы Уж очень не хотят приезда в Москву, мировых лидеров и их представителей А тут оба-на, и тебе такая отмазка И что еще смешнее, что начальство с ней согласно Мол, Донбасс на колени не поставить, в пику Трампу праздник проведем В этом году мы вместе с миллионами людей по всему миру будем отмечать 75-летие победы над фашистскими захватчиками И вот слушаешь весь этот бред и хочется просто понять, вот что у них в головах В их альтернативной логике получается, что Трамп пришел подорвать экономику своей же страны И загнать Нью-Йорк на карантин ради отмены празднования Дня Победы на другом конце света США по числу зараженных сейчас на третьем месте, только за сутки более 100 умерших Сразу несколько штатов на карантине, в том числе Нью-Йорк Отчего это мне кажется, что всю аферу с коронавирусом штаты запустили зимой Для полноценной, общемировой истерики, аккурат к 9 мая Серьезно? Нет, это даже не глупость и не отсутствие логики Это реальная наркомания на уровне Басурина, дружку которого только вот носовали полный шиворот дирижаблей за оску В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих логика Заболевания военнослужащих логика Летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы Который унес в жизнь 40-летний Дженет Паркер, медицинского фотографа И как вы думаете, что сделали новороссы, когда им рассказали об оспе Которую в последний раз фиксировали в 73-м году? А, карасики просто вытерли сопли и нет, не извинились, конечно А просто в ежедневных сводках увеличили число заболевших оспой укров Бинго! За прошлой неделю подразделение тактической группы «Восток» выявлено Более 20 случаев заболевания военнослужащих 28-й бригады оспы Мы еще не закончили смеяться, как нежданно-негаданно младший научный сотрудник Министерства галлюцинации выдал еще одну сенсацию Ведь одновременно с оспой в украинской армии зверствует сифилис Ряды старших офицеров ВСУ просят сифилис Едут, понимаешь, на Донбасс Вдали от Джон ведут разрульный образ жизни Ой, конечно, коронавирус, куда ж без него В настоящее время зафиксировано уже более 100 случаев подозрения на коронавирус Слыхали? Сразу 100 заболевших, это только в одной бригаде Ну а поскольку в коронавирусе, как мы уже узнали, виноват лично Трамп То лечить карателей решено было американскими методами Используя опыт американских наставников в целях профилактики против заражения коронавирусом Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Украины Приняло решение о промывке военнослужащим кишечного тракта путем клизмирования Вот же лохи забугорные, вакцину от коронавируса ищут А оказывается, можно было просто клизму поставить И все, грабли вирусу Хотя, возможно, у буржуев просто клизмы закончились А в Украине ради них целый тендер провели На реализацию данного проекта финансовая служба Министерства обороны Украины Выделила 600 тысяч гривен для закупки 5000 медицинских клизм Если вы думаете, что на клизменной афере поток сознания новоросов иссяк То можете сразу расслабиться Дальше реальный огонь Так вот, катаны Из-за огромного количества клизм Украфашисты растратили всю туалетную бумагу И теперь, впрочем, послушайте сами Помимо туалетной бумаги В местных супермаркетах отмечен дефицит газет и рекламных проспектов Украинские военнослужащие собирают бесплатные газеты Объявлений и свободно распространяемую прессу Святые карасики! От домайданились укропы Армия рыскает по городам в поисках бесплатных газет Собирают бесплатные газеты, объявлений и свободно распространяемую прессу И вот на этом этапе По замыслу новоросских альтернативно одаренных гениев Гнев укропов должен перейти в лютую зависть А все потому, что в молодых недореспубликах Мало того, что коронавируса нет На сегодня у нас нет ни одного случая зарегистрированного коронавируса Так еще и с туалетной бумагой полный порядок На одном из предприятий Алчевска Каждую смену отгружают 8-10 тысяч рулонов Этого внезапно ставшего стратегическим изделиям Оказывается, флагман концерна «Новорособоронпром» Не останавливал свою работу даже во время боевых действий Ассортимент продукции самый разнообразный 67 метров, 76, 3 икса и даже вот такой формат – гигант На фоне смерти промышленных гигантов типа стирола Успех предприятия по производству туалетной бумаги Видится весьма логичным Люди сидят дома, смотрят телевизор, где им 6 лет рассказывают адские страшилки В сеть попал секретный план депортации народа Донбасса С целью реукраинизации жителей оккупированных территорий Переселить в центральные и западные регионы Украины Да после такого сюжета акции производителя туалетной бумаги На Донецкой и Луганской фондовых биржах Стремительно летят вверх Но рулоны разных размеров и мягкости – это далеко не единственное преимущество Республик в борьбе с коронавирусом Пока в Гейропе и США люди голодают, магазины Луганска ломятся от товаров Полки магазинов заполнены продуктами Ведь ассортимент ввозимых нам товаров разнообразен А теперь он еще и вырос в количестве Но самая главная ценность республик Все же ее мудрые руководители, у которых Меркель с Макроном хорошо бы поучиться За остальное переживать не стоит Об этом позаботились уже власти республики Ну, во-первых, с масками в республиках проблем нет вообще Производство, чтобы вы понимали, целое запускается И масками все будут обеспечены буквально к сентябрю Закупим оборудование для увеличения производства масок Понятно, это уже будет увеличение резкое к лету и осени Сейчас будем использовать те возможности, которые у нас есть И не вздумайте, проклятые украдиверсанты, спрашивать Как быть и что делать людям до сентября Можно крестный ход провести Можно Дня Победы ждать Этого чего мало? На крайняк можно нафиг из республик на время свалить А ой, хотя, извините, нельзя Уже никто не пересекает границы ДНР Донецкая Народная Республика с целью недопущения проникновения На свою территорию коронавируса с нуля часов 21 марта Полностью прекращает движение граждан через пункты пограничного И таможенного контроля ДНР на линии соприкосновения Маски будут в сентябре Карантина нет, а люди, по сути, заперты в клетке Зато ЛНР, ёпты, готова эвакуировать своих граждан Из любой точки мира Глава ЛНР распорядился помочь жителям ЛНР Вернуться из неблагополучных по COVID-19 стран Как ЛНР при помощи двух «Жигулей» и «Мопеда» Может эвакуировать своих граждан из ДНР Мы ещё можем себе представить Вот, например, из Китая или Японии как? Авиации нет? Разве что флот Новороссии Из порта Седова в Китай отправляется Ну а чтобы во время таких операций Местные жители не скучали Их на этой неделе решили согнать на субботник И ещё раз На субботник, когда вся планета по домам сидит Уже определены даты общереспубликанских субботников Которые пройдут 28 марта и 11 апреля Активная фаза мероприятий по благоустройству Начнётся с наступлением тепла Ими будут охвачены все предприятия, организации и учреждения Мы себе даже представили этот разговор Пушила и Казака Пушила, надо бурную деятельность имитировать Устроим субботник Так ведь коронавирус Всего-то 40 тысяч выведем Ёй, найбудэ! И поверьте, всё где-то так и было Разве что кот Пушила без фильтров Выглядит не так, а вот так Надо знать всё это смех сквозь слёзы Хотя бы потому, что из-за глупости Кремлёвских марионеток Пострадают обычные, хорошие люди Которых, поверьте, валом на оккупированных территориях В Италии ведь тоже просто упустили момент И вовремя не ввели карантин Что было дальше, все знают В Донецке сейчас люди без масок ездят на работу в переполненных троллейбусах Слушая по телевизору байки, что их зараза не возьмёт Мы предупреждены и работаем на опережение И дай бог, чтобы не взяла Но чудес не бывает, поверьте А ведь уровень больниц в условном Торезе Это начало прошлого века То есть пропасть на фоне той же Италии И даже страшно подумать, сколько ещё невинных жизней Станут разменные монеты в руках кремлёвских марионеток Можете считать это неким особым видом извращений Но ещё со времён Колывана на нашей базе НАТО Высоко котировались новоросские космонавты Я носитель мысли великой Не могу, не могу умереть Причём особое удовольствие доставляли как раз не такие ребята, как Паша Для полётов на Термодоловом ракетоносителе, как говорится, много ума не надо Золотое сердце России Мерно бьётся в груди моей Совсем другое дело уже упомянутый Колыван Чудаку 50 грамм Лугановы хватало не только для того, чтобы отличать сигареты от свиней Понимаете, свиньи – это, в конце концов, не сигареты Они хотя бы хрюкают, когда их везут Но и полностью терять связь с реальностью Именно в такие минуты пышный мужик, который до 14-го года проверял на рынке Беляши и Чурчхелу Обещал научить жизни Обаму и Меркель Так вот, именно с тех самых времён, увидев по телевизору таких же новоросских потеряшек, мы мысленно вручаем им золотую Луганову Ну а шо? Один собрался Германию и США учить, другой прямо в Луганске новый Оксфорд устроить У меня есть мечта, чтобы в наших вузах проходили обучение не только студенты со всех городов Украины, но и студенты со всего мира Кстати, во время пандемии коронавируса дипломы ДНР и ЛНР в большом дефиците Вместе с гречкой и масками их цена выросла в разы Ну это так, просто к слову А важно то, что на этой неделе принять золотую Луганову готов новый счастливчик Вся медиосфера претерпевает серьёзные изменения Мы начали понимать, что нам нужно производить изменения этого рынка Готовиться к будущему развитию На первый взгляд этот мужичок без гармошки и на секундочку главный республиканский борцун с укропропагандой Как говорится, скучный шо капец Есть определённый уровень понимания работы противника Мы видим основные там серьёзные вещи, информационные потоки, которые они готовят против нас Стараемся заранее, в общем-то, организовать противодействие Но запомните этого карасика, ведь мужик реально обещает Барабанная дробь Составить конкуренцию мировым СМИ Если мы не произведём эти изменения, мы просто во всём мировом едином рынке просто потеряемся Мы не можем не конкурировать, нас должны слушать CNN, Fox News, как вы там, ребята? Готовы жить в тени таких титанов, как Оплот и Юнион? Чтобы нас услышали, мы должны быть в той среде, в которой находится всё мировое информационное пространство Вот вы всё, живёте себе хлеб жуёте И не знаете, как сильно рвут тусовку новоросские каналы И никаких глушилок американских они не боятся Туда сигнал доходит и вот это слушают Но сейчас они заявили о том, что какое-то супер оборудование, которое мощнее даже американского Ну, для того, чтобы, например, наверное, глушить уже наверняка И на третье место после российских выходят Под тем рейтингом, который у нас есть, республиканские каналы занимают третью строку После трёх ведущих самых потребованных российских каналов Учись, Эрнст, как работать надо Ну ладно, Россия А вот знали бы вы, как популярен в Украине реформированный оплот, ага Мы точно знаем, что наши теле и радио вещания слушают на той стороне Только не надо нам врать, что вы не смотрите новый оплот на Ютьюбе Хэ-хэ, всей базой НАТО смеёмся вам в лицо Да железно ж ночами смотрите Ну, по крайней мере, в этом свято уверены в Министерстве информации дыры То, что нам кажется обыденным и, может быть, даже не очень интересным То для людей, которые живут на той стороне, для многих это глоток воздуха и глоток правды Ну да, всё так Конечно же, есть спрос на новороссскую правду Одна беда Ещё со времён Обамы проклятые американцы отматывают республиком просмотры на Ютьюбе Их кьёволы скупят Стоит оплоту или юниону миллион просмотров за день набрать, как Обамыч включает шарманку Что остаётся, смотрите сами Пять просмотров Семь просмотров за день Максимум за сутки 182 Та же история и с каналом Юнион За два дня никто и 200 просмотров не осилил Ещё раз Это каналы, которые, по словам местных чинуш, выходят на мировой уровень и отразили тысячи информационных атак Против нас было совершено более тысячи информационных атак Основные из них мы смогли отразить И вот здесь мы бы хотели передать пламенный привет российским кураторам Потому как на всю эту пустую браваду у нас есть простое и логичное объяснение Ребяткам жизненно необходимо постоянно прыгать в позе боевых воробьёв и имитировать бурную деятельность Можем бороться только одним хорошим качественным контентом Почему бы начали оплот реформировать? Ведь, ой, именно на двух чудесных каналах при нулевых результатах пропадает просто космическое баблище Выделит государственному предприятию телекомпания Юнион денежные средства из резервного фонда главы Донецкой Народной Республики На расходы, связанные с приобретением технических средств и оборудования Друзья, эту цифру стоит услышать У Республики нет денег на восстановление жилого фонда У Республики нет денег на реабилитацию раненых у полчленцев У меня, конечно, не хватает жильёвого оплатить У меня на еду практически денег не остаётся Вы говорите, никто не забыть и ничего не забыть Вы уже забыли нас Для тех, кому не безразлична моя дальнейшая судьба Помочь, прошу помочь Но зато, ёпт, есть на секундочку 24 ляма на осветительные приборы для канала Юнион Ушилин выделил аматорскому профанскому телеканалу Юнион 24 миллиона рублей Это даже по нынешнему курсу 300 тысяч долларов В нынешних условиях это реальная роскошь Шаб потом по этому же Юниону повизгивать от счастья во время приезда российской гуманитарки Очередной 94-й гуманитарный конвой из Российской Федерации прибыл в Донецкую Народную Республику Это примерно то же самое, как если бы человек без определённого места жительства купил супердорогой Никон Но чё б красиво фотографировать сбор бутылок То есть российских налогоплательщиков новороссы имеют, так сказать, с двух рук Дайте денег, чтобы мы показали, как вы даёте гречку А посмотрит это очередные 100-200 человек Вот же гадкие цифры Мешают, понимаешь, языком процветать И укропы смеются Но ничего, переживём Чё с тех папуасов взять? Блин, как бы телевидение пропустило? Как назвать их? Я просто не знаю Короче, у папуасы... Это, к слову, о контенте чудесных телеканалов Если вы не знали, то в центре мирового антифашизма Украинцев называют как раз папуасом Мол, сами ничего не умеют, только немцев копируют Папуасы, они у меня ассоциируются строго, например, с Германией Потому что они подражают сейчас вот эти все вещи А про копируют, кстати, особенно забавно С тем учётом, что в славной Новороссии можно уже целый магазин пробников Киселёва открывать Это Вести недели, я, Дмитрий Киселёв, добрый вечер Здравствуйте, это Вести недели в студии Сергей Колесников Панорама недели, Дмитрий Чебурков, здравствуйте Но тут, как говорится, без претензий Ведь даже на самом юнионе признают Все, кто мог работать, из Донецка выехать Большая часть людей, которая здесь была Которая имела колоссальный опыт И могла бы занимать те или иные должности При столкновении с такими ситуациями, как война Ифит место, ну не то чтобы потеплее, а просто побезопаснее Поэтому люди выезжают Ну а те, кто остался, просто смотрели Киселёва И пытались обезьянничать Чему удивляться? А чему удивляться? Но, как видим, на деле получается не очень Ведь тот же Киселёв понимает, что пропаганда работала Нужно хотя бы пробовать завернуть её в красивую обёртку А не просто заплёвывать монитор Рассказами про укросвиней с очень маленьким мозжечком У этих укросвиней, я думаю, они у меня как нелю Ну как, там же мозжечок маленький сейчас Вы разве не знаете? Там сейчас они даже руки мыть не могут Да это ж просто праздник антифашизма Особенно с тем учётом, что это ещё не самый жесткач, а просто первое, что было под рукой А вот себя, ребятки, считают чуть ли не ниндзя-чебурашками Это раньше Донбасс никто на колени не ставил Топереча в тренде поговорка Донецких коронавирус не берёт Очень здесь здоровые люди, я даже и не поверил бы, если бы здесь был коронавирус Здесь не продерётся он Собственно, вот в таких примерах и кроется ответ на вопрос, почему нет просмотров Просто чрезмерно агрессивные фрики, которыми переполнены местные каналы Уродовы! Вы умудрились нагадить везде! Фу! Нехристи! Мы вас найдём, мы за вами идём Вот так, благодаря Майдаунам, была уничтожена Украина А теперь на её месте колония с населением не рабов Ничего, кроме жалостливой улыбки, не вызывает Другими словами, люди собрались выходить на мировой уровень Не умея ничего, кроме как кричать «Сам дурак!» Впрочем, сами новороссы считают себя почти Би-Би-Си Стандарты, правда, всё на мировом, нет, галактическом уровне Что для вас журналистская этика? Как я вам сказал, не врать Вот, не свинячить Не говорить того, чего ты не видел Пишем, говорим и показываем правду Слыхали, как перья распускают? Азя-зя, самые честные Вот только зрителя нельзя обмануть Человека нельзя обмануть, он чувствует, он перепроверяет Если появляется где-то ложь, он просто отворачивается Но, а чтоб правда в республиках не расходилась в деталях Новости там издавна делают потемников Причём местные караськи офигели настолько, что тупо ленятся переписывать их своими словами Как говорится, голь на выдумки хитра Хотя эти выдумки грозят Украине очередной катастрофой И на этот раз экологической Как говорится, голь на выдумки хитра Хотя эти выдумки грозят Украине очередной катастрофой И на этот раз экологической Чудеса! Просто сплошная битва экстрасенсов А, хотя нет, извините Мировой уровень Жили в палатках, готовили пищу на кострах И обменивались различными умениями на мастер-классах Жили в палатках, готовили пищу на кострах и обменивались различными умениями на мастер-классах. Живут в палатках, готовят пищу на кострах и обмениваются опытом на мастер-классах. Дошло до того, что в погоне за правильными новостями и строгим соблюдением линии партии новороссы принялись щемить своих же. Сначала российским военкорам запретили въезд на передовую. Представитель пресс-службы народной милиции ДНР сообщил, что с 13 ноября 2019 года выезд журналистов подразделения народной милиции ДНР запрещен. А чуть позже аккредитации лишили двух новороссок из ватной богадельни Ньюсфронт. У нас собираются лишить военные аккредитации, причем меня собираются лишить военные аккредитации на постоянной основе. Ездят, значит, снимают, а потом еще будут зраду гнать. А и после всего этого послушайте вот товарищи депутата с байками о свободе слова в республиках. У нас нет цензур, у нас нет повестки, которую мы обязаны исполнять. Нету темников, которые присылают. Ну да, такая свобода слова, что даже ватную публику щемят. А новости одними словами идут. Возвращение в совок, скажете вы? Нет, все намного хуже. Такого потока ненависти в Союзе не было никогда. С 14-го года территорию украинской колонии захватили Рагули и начали там строить свое светлое будущее. Вы нелюди, вы убийцы и мерзкие твари. Есть только одно место, где вы можете скрыться от нашего правосудия. Это ад и торопитесь туда. Но знаете, что радует? Что дальше распила русских денег от неработы. Число просмотров прямо говорит о том, что кураторов обмануть можно, а вот людей нет. Поэтому в целом всех причастных к Министерству уллюцинации, ой, пардон, информации, смело можно считать украдиверсантами в тылу врага. Ведь нельзя не похвалить людей, которые максимально бездарно сливают путинские миллионы. Пандемия пандемии! Оправки в Конституцию по расписанию. И пускай весь мир подождет. Именно под таким девизом работает сейчас кремлевская пропаганда. Впереди само голосование. Поправки будут считаться принятыми, если большинство из пришедших на участки выскажутся за. Какую кнопку не включи, везде одна и та же речка. Приходи, холоп, проголосуй и встанет Россиюшка наконец-то с колен. На одной чаше весов неопределенности сомнения, а на другой уверенность, гордость и поступательное развитие. Кстати, видали, какой баннер болельщики сообразили? То есть уже не только отряды Путина, а буквально все слои общества свою благодарность Терешковой хотят высказать. Абсолютно открыто поддерживаем Валентину Терешкову, потому что прекрасно осознаем, что чем сильнее президент, чем сильнее страна. И все бы хорошо и красиво, да опять либерасты все испоганили. Оказывается, болельщики тульского арсенала к благодарностям космической вале никакого отношения не имеют. И вообще, ой, баннер поднимали специально подобранные волонтеры. Участники акции поддерживали Терешкову не бесплатно, они получили по тысяче рублей. Так, слышишь, ты Терешкову уважаешь? Ну, а за тысячу рублей? Да о чем речь, братан? Очень! А что нужно делать? Цель данной акции – поддержать первую женщину-космонавт. Нас очень важно поддерживать нашим героем. И вот уже чудеса сразу все федеральные каналы, конечно же, показывают тот самый баннер. Теперь об акции футбольных болельщиков, которые выразили поддержку Валентине Терешкову. А патриот Ваня на диване в Норильске чуть в ладошки не поджигает от аплодисментов. Вот же значит, Маша, народное единение. Обязательно нужно на референдум идти. Напомню, 10 марта первая женщина-космонавт высказалась за то, чтобы унести поправку, которая позволяет главе государства вновь идти на выборы. А окончательное слово скажет народ 22 апреля. Но знаете, что особенно интересно во всей этой истории? Нет, даже не заказуха для имитации народной любви, к этому уже все привыкли. А упорное игнорирование федеральными каналами очень важного вопроса. Вот как можно проводить референдум в разгул пандемии коронавируса? Новые данные по распространению коронавируса в нашей стране. Итак, за сутки 182 новых случаев заражения. Общее количество заболевших составило 840 человек. Мы на прошлой неделе не верили своим ушам, просматривая новости о нежелании отменять парад и массовое мероприятие на 9 мая. Ну да, подумаешь, тысячи дедов собрать вместе в разгар эпидемии, которая косит пенсионеров. Отменять парад побед в Москве пока не планируется. Ну а шо? До Берлина дошли и до реанимации с Божьей помощью дотянут. А кто не дотянет, может не унывать. В России-то о ветеранах всегда помнят. Он даже портреты фронтовиков в космос отправит. Акцию «Бессмертный полк» на МКС сегодня запустил Роскосмос. Информацию о своих родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне, отправить на орбиту может любой желающий. Раньше деды воевали, а теперь, как говорится, и в космос летали. Кстати, портреты деда можно присылать до 22 апреля, то есть до дня многоуважаемого референдума. Нужно найти официальное сообщество Роскосмоса в одной из социальных сетей и, следуя инструкции, загрузить данные. Фотографию, имя, фамилию, где и когда сражался. Успеть нужно до 22 апреля. А вот ФСБ обещает обратить особое внимание на портреты дедов, которые вышлют конкретно 20 апреля. Господи! На это мы отвлеклись. А важно во всей этой истории то, что по числу пенсионеров на единицу площади. Парад на 9 мая – это детский лепет на фоне избирательных участков для референдума. Вот где на небольших замкнутых территориях за день окажутся десятки миллионов людей. Ведь ни для кого не секрет, что самыми ответственными избирателями всегда были пенсионеры. Политика Путина нам очень, простому народу, очень нравится. Мы всегда за него. Путин – фиг, человек! За Путина! Ура! Тут царь почесал бороду и героически решил референдум чуток перенести. Так сказать, чтобы уж не совсем охолопов ноги вытирать. Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 22 апреля. Считали, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. При этом в Кремле сделали выходными аж целую неделю. Это в смысле за неделю коронавирус победят, и можно будет дальше на митинги ходить и на заводах батрачить. Являю следующую неделю нерабочей. То есть мы вообще не удивимся, если перенос референдума тоже ограничится неделькой другой. Причем мы это не из вредности говорим. Просто уж больно лихо федеральные каналы прокачивают мозги людям. Мол, что бы ни было, надо идти. Мы все вместе отправимся на участки для голосования, чтобы определить направление развития страны на несколько десятков лет вперед. Чтобы решить, какое будущее ждет нас, наших детей и внуков. Да и как не пойти? Ведь без поправок в Конституцию Россия-то никак не выживет. На собаках людям придется жениться. Депутат из Барнаула считает, что новая Конституция убережет Россию от браков людей с собаками. И где-то в углу заплачет одинокий Панин. Но шутки шутками, а народ российский, воспитанный на вот таком трешаке... Открыто существуют зообордели. Сто тысяч зоофилов. Вот они уставаются, собаки вую. Собаки вую, их насилие. Положит Искандер на коронавирус и в припрыжку побежит на избирательные участки. Хотя, чё это мы нагнетаем? Россия страна сильная, народ закалённый, с гречкой и туалетной бумагой проблем нет. Продуктов достаточно, об этом заявил губернатор города. Беглов непланово заглянул в два магазина. И крупы есть и туалетная бумага. Это, кстати, питерский барин показательно вышел в народ. Ну а чё? Нужна же обратная связь? Так с гражданочкой всё ли устраивает в городе? Цены там, качество товаров? Здравствуйте. 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 Есть у нас? Близобилий, как ты здесь показал? Ой, гражданин, товарищ барин, с вашей Путина помощью живём, да как у бога за пазухой. Никакого дефицита нет. Цены божеские. Так же надо было сказать. И всё бы хорошо, но по удивительному стечению обстоятельств случайно повстречавшейся счастливой гражданочкой оказалась местная актриса. Причём давно знакомая барина. Покупательницей оказалась актриса массовки Надежда Микрюкова. В соцсети ВКонтакте на одном из фото она позировала с букетом цветов в руках и мужчиной, которого неоднократно видели в компании Беглова. А теперь ещё раз вспомните заказной баннер Ваславу Терешкова и сделайте выводы, как в стране на букву «Р» показухой забивают реальные дела. Впрочем, ура, патриоты с нами наверняка не согласятся, мол, шахохлы, нечего тут на Россию клеветать. Да, это Русь наша, Россия. Россия не сдаётся никогда. Это настолько мощная и духовная держава, что в период нынешнего кризиса пожалела загнивающую гейропу и США. Мол, так и быть. А предлагаем снять друг с друга санкции. Не благодарите, в общем. В России предложили обнулить все санкции. Проявление политической воли по отказе от этих санкций, как пишутся годами. Враги, конечно, клевещут, что это Москва, несущая колоссальные убытки из-за падения цен на нефть, под коронавирусный шумок решила снять с себя санкционную петлю. Одним из уроков, который могло бы человечество вынести из пандемии коронавируса, было бы понимание опасности таких санкций. Но мы в подобные враги, конечно же, не верим. Да каждый ребенок знает, что Россия от санкций была только лучше. Санкции, которые мы получили в ответ, в целом пошли стране на пользу. Нам эти санкции сам Бог послал. И если Кремль просит их, в смысле санкции, снять, значит делает себе хуже. Идет на жертвы ради чужого блага. Но это не точно. И вот эта всем хорошо известная российская жертвенность проявляется решительно вовсю. Вот вы думаете, кто впереди планеты всей по борьбе с коронавирусом? О, братцы, ответ очевиден. Это бездуховные гей-еропейцы от китайской заразы по лабораториям прячутся. А духовные российские самородки готовы пойти на жертвы, лишь бы лучше узнать врага. Вам комфортно на таком расстоянии? Здесь метра полтора-два, наверное. Ну, мне хотелось бы чуть ближе. Нет-нет, у вас нет температуры, с телевизором тоже все нормально. Просто на одном из российских каналов креативные ребята решили взять интервью у коронавируса. Гость, как вы видите, у нас сегодня серьезный. Все его знают. Некоторые, увы, встречались с ним даже лично. Лично я прилетел в Москву 21 февраля из Италии. Мы поначалу сами не поверили в такой трешак. Даже грешным делом подумали, может, Скобеева без макияжа пришла, тоскуя в разлуке по мужу. Да ну что вы! Потом была версия, что это реквизит из программы Малышевой по ошибке на голову надели. Мы назвали эту тему «Искусство какать» и разложим сегодня все по полочкам. Но в итоге пришлось принять тяжелую действительность. Впрочем, смотрите сами. Ваша любимая книга? «Противостояние» Стивен Кинг. Но в моем случае, конечно, все не так эпично. Это во всем мире напряжение и паника. А в процветающей духовной стране спокойствие? Киселев хвалится, что никто не умер. У нас пока ни одной смерти от коронавируса, а число заболевших измеряется не тысячами, а сотнями. Даже призыв в армию не отменили. Коронавирус не повлияет на сроки весеннего призыва в армию. Все пройдет как всегда, с 1 апреля по 15 июля. Да и зачем? Ведь это изначально коронавирус побеждали крестным ходом. Молитва и святая вода к борьбе с коронавирусом в центре столицы решили ежедневно проводить крестный ход. А теперь, чтобы уж наверняка решили не мелочиться и создавать божественные купола над городами. С сегодняшнего дня во всех рамах Белгородской области будет 5 раз в день одновременно раздаваться колокольный звон. И вообще, пандемия – это еще не повод народу в церковь не ходить. Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения. А если серьезно, то все это очень напоминает такой себе пир во время чумы. Но как бы ни изгалялись пропагандисты, рассказывая, что все под контролем, народ, судя по всему, не очень им верит. Объем продаж патронов увеличился на 130%, бейсбольных бит почти на 30%. К стандартному сезонному фактору добавили скачок доллара и опасения критической ситуации, говорят продавцы оружия и эксперты. И глядя на все эти хроники российского безумия, очень хочется сказать – господь жги! Но мы пока просто напомним россиянам о законе бумеранга. В Аккурат, как на прошлой неделе, за поребриком прошла очередная минутка уропатриотического оргазма. И тогда, и спустя 6 лет, и всю жизнь, хорошо, что мы в России. Как и другие виды оргазмов, уропатриотические имеют свои виды. Но для России, как правило, характерен самый примитивный вариант, который наступает после длительной стимуляции телевизором ушей зрителей. Шесть лет вместе. Крым и Севастополь – честь нашей большой страны. Полуостров развивается. Есть рекорд по турпотоку. Больше 7 миллионов человек. Растут экономические показатели. Увеличился грузопоток. Спасибо Крымскому мосту. В такие минуты человек может даже дернуть ногой. И минут пять неистово орать на всю квартиру «Крым наш». Собственно, на прошлой неделе все было именно так. Шутка ли? Очередная годовщина начала русской весны. 18 марта Крым отметил шестую годовщину воссоединения с Россией. Правда, надо отметить, что сценарий на этот раз не отличался оригинальностью. Понравились разве что украдиверсантки, которых задолго до 14-го года подселяли в общаги, чтобы украинизировать крымчан. Завозили к нам там барышень украиноговорящих, селили специально в общежитие, чтобы они тут женились и выходили замуж за наших. По слухам, набирали их прямо в львовском метро. Мол, те учета, я обожаючи в гуртожитку пожить. Кстати, из львовского же метро, очевидно, стартовал и ставший уже легендарным мифический поезд с правосеками. Простите, а что происходит? Поезд с бандеровцами едет. Идем встречать. Ватную публику этим поездом пугают уже шестой год подряд. И на этот раз без него тоже не обошлось. Поезд дружбы был такой, шел из западной Украины через Киев сюда. Правда, до сих пор ни одной фотографии легендарного мифического бандеровцевоза как-то нету. Ну, может, пленка засветилась. Зато хорошо на первый план вышли главные защитники, которые и спасли крымчан от злостных карателей. Из рук президента Ротенберг получил звезду героя труда. Олигарх Ротенберг. Да есть же у отечества российского новый герой. И знаете, слушать это без улыбки было просто невозможно. Аркадию Ротенбергу пришлось пожертвовать и по сути всем своим прежним образом жизни из-за введенных против него европейских и американских санкций. Но если кремлевско-останкинское подхалимство ничего кроме смеха не вызывало, то от старательных попыток новороссов подлизнуть хотелось разбить телевизор. Особенно историческое событие заставило говорить о торжестве справедливости и высокой миссии заступничества Российской Федерации. Это воссоединение Крыма с Россией. Нет, вы просто зацените эти пафосные тексты от чудаков, которым по телевизору пообещали Крым-2, а потом тупо использовали. Украли заводы. Фактически выбросили как использованную вещь, но так и не признали. Крым – это Россия, а Донбасс – это внутренние проблемы Украины. Но ребятки, как видите, обтекли и все равно счастливы и благодарны за русскую весну. Мол, можете наворосить нас и дальше, мы потерпим. Наш путь более тернит домой в Россию, чем Крыма. Но мы не будем с него сворачивать никогда и своего добьемся. И знаете, можно и дальше их очень долго и весело макать, но в этом сюжете мы бы хотели остановиться на другом. Ведь, ой, на шестой год с начала русской весны пали фактически все мифы, на которых тогда выезжала кремлевская пропаганда. Бандеровцы в форме Нацгвардии Украины расстреливают граждан юго-востока страны только за то, что они, граждане, думают иначе. Мы берем в руки оружие и работу на шахтах прекращаем. Шахтеры взялись за оружие и вступили в неравный бой. Но сломить боевой дух людей, отстаивающих свою, именно свою землю, невозможно. Народное восстание! Шахтеры поднялись против фашизма! В 14-м году это гудело из каждой дырки. Россия же никогда не признавала себя стороной конфликта. Когда мы говорим о юго-востоке страны, мы говорим не об отношениях России и Украины. Мы говорим о внутриукраинском конфликте. Доказать что-то тогда было просто невозможно. Но вот проходит время, и теперь сами послушайте, что вещает видный упал членец. Если честно, 14-й год делали россияне. Да вы что, добыть не может! Вот так сенсация! Оказывается, все, что было сделано в 14-м году, делалось руками россиян? Чеченцы так вообще приезжали с целью красиво заиметь в Донецке жилье? Чеченцы как только борта вот так откидывали. Нам сказали, здесь будут давать работу и квартиры. А вот местные шахтеры и трактористы, которые якобы и восстали против киевских карателей, на самом деле в большинстве своем сидели по домам. Еще раз, это вам не украсми, а ваш бравый упал членец говорит. Местные вообще не напрягались, они думали, а что нам напрягаться? Сейчас вот зеленые человечки приедут и все сделают за них. Зачем нам вступать в это ополчение? Собственно, малой активностью местных боевики объясняют нынешний результат, где вместо желанных восьми областей Украины, недоросию образовали на огрызках лишь двух. Если бы процентов 70 вступило в ополчение, разговор был бы совершенно другим. И границы бы уже Луганской и Донецкой республики не были бы, которые сейчас находятся на данный момент. Добавим сюда и признание советника Путина в участии российских войск. Наши реально вошли туда в очень маленьком количестве. И получим несколько неопровержимых фактов. Ну, во-первых, Россия бесспорно сторона конфликта. Ведь если ты не только снабжаешь оружием, но и гоняешь через границу регулярные войска... Три раза входили. Первый раз. В августе 2014 года. ...тут уже не отмажешься. Во-вторых, для подавляющего большинства местных жителей, которые, повторимся, не хотели воевать. Местные сидят, разговаривают. Да, что-то, как мы тут будем, да что-то. Успокойся ты, сейчас россияне придут, все нормально. Российские многоходовки в итоге обернулись настоящим горем. Разрушенная жизнь, потеря близких, серая зона, блокпосты. Один недобанк – выход всего спорта и бизнеса. Хотя, как оказалось, плохо было не всем. Расстрелять в посадке в затылок троих гражданских... На тот момент, конечно, это все было ополчение. Георгиевская ленточка и автомат в прямом смысле слова открывали все двери. Тысячи людей тогда убили и замучили просто для того, чтобы что-то отжать да украсть. Наши бойцы на блокпосту могли остановить гражданскую машину с целью ее завладения. Дошло до того, что к годовщине русской весны суд посмертно признал вину Мозгового в убийстве целой семьи. Признал Алексея Борисовича Мозгового преступника официально, юридически. Знали, что люди будут ввести крупную сумму денег и банально расстреляют. И это несмотря на то, что в машине был ребенок. Кто-то нажал на спусковый крючок, дальше пошла цепная реакция, беспорядочная стрельба. И что важно, ни на одном российском или недоросском канале таких историй просто нет. То есть им, по всей видимости, не жалко убитых и замученных в подвалах жителей Донбасса. На подвал забирали активистов, общественных деятелей, занявших проукраинскую позицию. Че там, ребят? Темники мешают истинное личико русской весны показать? С грабежами, мародерством, кровью и зачистками вагнеровцев? Про Мозгового я еще насчет Вагнера говорить не буду, а вот про БЭТ вам точно, наверное, срабатывать. Понимаем, сложно вам. Ведь российский телевизор годами упорно рисовал бандитов чуть ли не белыми офицерами. Вот только батальоны-гопоты при этом вместо походов на бал соревновались в распиле донецких заводов в США. Одну из ШАГ там забрали, по-моему, под себя Спарта-Сомали, там что-то они там с этим делали. Аэропорт там, по-моему, Спарта там вычищала. А вот из РХИ зашли люди за Харченко и Димофеева. Нет, вы просто послушайте эти будни у полчленцев. Чудаки во время распила соревновались даже с МГБ. Я брал команду, точнее не команду, а разрешение. Где-то на тупиковой станции стоят несколько недорезанных вагонов. Ну, это вот готовые деньги, их только нужно было порезать. Потом сюда заехал вице-премьер по силовым вопросам нефтодоварища Тюхеев. Они решили провести спецоперацию и арестовали этих шестерых наших товарищей, так сказать, и посадили за стенки МГБ. Более того, особо одаренные особи собирались порезать на металл не только заводик, но и трансформаторные будки рядом с ним. Единственное, что мы добивались, чтобы они не трогали, не резали трансформаторы, потому что это как изделие, во-первых, на инспублике могло пригодиться. То есть знаменитая спецоперация «Метро наш» – это просто легкий петинг на фоне жесткого пормы. Правда, здесь нельзя не отметить долго, держать боженьку за бороду у звезд русской весны не вышло. Часть из них, привет вагнеровцам, соблюдает перемирие кто в Луганске, а кто у Донецкого моря. Кто убивал четырех самых ярких командиров Новороссии? Ищенко, Бэтмен, Мозговой Дремов. Из исполнителя это было как раз ЧВК Вагнер. Болотов неудачно выпил кофе. Болотов выпил кофе, а потом пожаловался на плохое самочувствие. Жилин поужинал с ветерком. В одном из ресторанов на Рублево-Успенском шоссе убит лидер украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин. Остальные же затюканы и забиты. Нет, не злыми украми, а недавними товарищами. Гиркин феерит по сельским клубам и занесен в черный список как федеральных, так и недоросских каналов. На центральных телеканалах я нигде не мелькал. Не мелькаете, либо не дают вам появляться там? Стоп, стоп-лист. Даже упоминать. А где сейчас Губарев и Пургин? Они ж громче всех на площади Ленина орали. Я вам объявляю, что я не сдамся и буду идти до полного установления народовластия. Настоящего. Все? Финит а-ля комедия. В утиль списаны. Некогда народный губернатор в Донецке боится рот открыть. А Пургина, который таскался с Республикой, когда это еще не было мейнстримом, сейчас свои же, иначе как алкашом не величают. А Пургин разгулялся по ВКонтакте. Даже интервью дает. Насчиталось 17 одинаковых статей в разных группах. Обращаю внимание, не репостов, а публикаций. Никак бухать бросил. А вот вопрос. Если даже у медийных персонажей жизнь не сложилась, то что же о простых людях-то говорить? И проблема даже не в том, что мечты идейных изначально были утопией. Курваторы им позволили подышать ровно до тех пор, пока это было выгодно. Но стоило спектаклю изменить содержание, как куклы тут же оказались на помойке. Отыграны и забыты. Именно так закончилась русская весна для фактически всех ее звезд. Всего на шестой год после начала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok